Привет, меня зовут Алексей Абравец, мы в музее Яндекса с его смотрителем Олегом Сениным. Олег, привет. Привет. Вы слышите, мы до хрепоты спорили, с какого экспоната начать, потому что, естественно, все главное, все важное. Но начнем со спектрума. У меня в руках ультра-гига-флэш-драйв с игрой «Гораций встает на лыжи». И, Олег, еще раз, сколько здесь терабайт на этом носителе? Смотри, когда информацию хранили на аудиокассетах в виде аудиодорожки, то на одну минуту записи помещалось 10 килобайт. 10 килобайт. То есть, если у тебя кассета 60-минутная, то на нее, в принципе, влезает 600 килобайт. По 300 с двух сторон. Ну, это, наверное, от хорошей жизни, да, они на кассетах хранили информацию? Ну, смотри, аудиокассеты просто были дешевые. На тот момент это был основной носитель для аудиозаписей. И поэтому, в общем-то, приняли решение использовать аудиокассеты и для компьютерных программ, потому что они были у всех, и их было дешево производить. Звук вот этот. Да. Очень круто. Компы не были такими маленькими и не были такими, я полагаю, дешевыми. Изначально да. Это же для простых смертных вариантов, да? Это да. Потому что обычно вот те компьютеры, которые были до выхода «Спектрума», они были все настольные, как правило, очень дорогие, использовались для офисных задач. Вообще, прежде чем говорить о самом «Спектруме», нужно рассказать вообще о его родоначальнике. Это был компьютер ZX80, который в 80-м году был выпущен компанией «Синклер Ресерч». Это был первый компьютер, доступный обычному массовому потребителю. Он стоил меньше 100 фунтов стерлингов. То есть не вот этот комп, как мне папа рассказывал, про огромную комнату, в которой стоят шкафы, и вот этот компьютер, который стоит бешеных денег, это там целое состояние. А сейчас то, что мог простой смертный купить, да? Да, смотри, вот он так вот выглядел. Вот это весь компьютер. А, это то, что сейчас Apple делает, да, без проводов, без клавиатур, без мониторов? Слушай, история развивается по спирали, поэтому все возвращается на круги свои. То есть он к телеку подключается, да? Да, в качестве монитора он использует бытовой телевизор в целях экономии, чтобы не переплачивать за монитор для хранения данных, как мы уже сказали, используя с аудиокассетный мониторфон, а весь компьютер в вот таком маленьком корпусе со встроенной клавиатурой. Класс. В верхней части вся системная плата, конечно, возьми. Память в нем? Памяти в нем очень мало. Память оперативная была с почти самым дорогим компонентом любого компьютера в 80-х, и здесь всего один килобайт. Один килобайт. Причем этот же килобайт является еще и видеопамятью. Видеопамять. То есть чем большее количество строчек текста на экран выводит программа, тем меньше остается места для нее самой. Очень круто. А что на нем можно было делать? Там в качестве операционной системы встроен интерпретатор Basic, то есть при включении ты сразу вываливаешься в среду и можешь начинать программировать. Учиться программировать. Да. То есть это не печатная машинка, это именно учиться программировать. Класс. Унесите его, короче. Красота какая. Вот. Через год переиздали этот компьютер, выпустив новую модель Sinclair ZX81. Вот она над тобой. Вот это? Можно ее взять, да. Давай посмотрим. Так. Он уменьшился в размерах, стал черным. Менее дизайнерский он какой-то стал? Да. И у него вдвое уменьшилась цена. Он стоил всего 50 фунтов стерлингов. Просто из-за того, что пластик черный, а не белый, да, я полагаю? Нет, там уменьшили количество микросхем внутри. Он легкий. Там всего 4 микросхемы. И задачи те же, да, я так понимаю? Задачи те же, да. То есть можно было на нем производить какие-то несложные математические расчеты для дома, но в основном использовали именно как обучающий. Ну, даже в маленьком Шелдоне там был момент, когда они купили первый комп, и он считает семейные финансы. Вот, наверное, да? Возможно. Такой инструмент. Возможно. Я тебя отвлекаю все время. Извини, пожалуйста. Давай, наверное, сначала расскажем. Давай, смотри. Оба эти компьютера были черно-белыми, они только текст могли выводить, графику они выводить не умели. Но поскольку уже в Англии к концу 81-го года количество владельцев цветных телевизоров достигло 70%, большая часть людей пользовалась цветными телевизорами, то подключать к цветному черно-белый компьютер никому не хотелось. Появился запрос. Да, появился запрос на цветные. И в компании Sinclair Research выпустили вот такую машинку под кодовым названием ZX82, но в последний момент название изменили на ZX Spectrum, чтобы подчеркнуть, что компьютер цветной. Спектр. Да. Классно. Здесь нанесли специально для этого еще и радужные полоски. Чтобы все понимали, что он цветной. Да. Этот компьютер уже умеет вводить цветное изображение. Здесь 256 на 192 точки экран, 15 цветов, и в нем появился звук. Вот в тех компьютерах звука не было. Но звук нужен только для игрушек же, да? Тогда Яндекс.Музыки не было. Не было. А жаль. Цветной – это значит игры есть. Давай поиграем сразу. Что у тебя загружено там? Здесь загружена игра «Бомбер». Она вышла на год позже, чем сам компьютер в 83-м году. Она даже песенку поет какую-то. Да. Такая веселая достаточно мелодия. Здесь нужно управлять самолетом, который бомбит здание. И с каждым своим пролетом по экрану он снижается на одну строчку. То есть задача – разбомбить все и приземлить самолет до того, как он врежется. Слушай, салатовый самолетик бомбит разноцветное здание. Англичане – циничная нация, конечно, с своим юмором. Ну, в общем-то, игрушка такая достаточно посредственная по сравнению с тем, что… Почему именно она? Почему ты на ней? Слушай, она мне очень дорога сердце, потому что это была первая видеоигра, которую я увидел в жизни. Когда у моего друга и соседа появился компьютер, ему купили на совершеннолетие. Я тогда еще учился в первом классе. Я увидел у него вот эту машинку, пришел к нему поиграть. И вот первая игрушка, которая… Даже английский комп у него был дома? Нет, у него был наш отечественный клон этого компьютера. А, это который во Львове сперли, да? Да, именно. Эту историю можно… Вы можете почитать ее целиком, но суть в том, что группа зарубежных студентов приехала, и вот там наши ученые получили… Так, твой самолетик разбился, я рассказываю историю. Наши ученые получили вот эту железку на два часа. Как они копировали? То есть они там… Они работали в УКБ Политехнического института Львовского, и узнав о том, что есть доступ к спектрум на два часа взяли с работы осциллограф, пришли на квартиру, разобрали компьютер, за два часа сняли осциллограмму с платы, и потом вернули студенту компьютер в рабочем состоянии, а сами потом по вот этим данным пытались установить, сделать реплику вот этой платы системы. Ну и сейчас мы понимаем, что они ее сделали. Они ее сделали. Класс. И потом плата компьютера была распространена по всем странам нашего бывшего союза, и на многих заводах релико-электронной промышленности стали выпускать реплики оригинального спектрума. И для многих наших соотечественников собственно клоны спектрума стали первым компьютером, с которым мы не познакомились. Мой одноклассник тоже меня позвал пару раз в гости, и у него был огромный магнитофон, вот эта электроника 15, там он вставлял кассету, мы долго-долго ждали, пока игра запустится, и потом весь вечер нам предлагали поесть, нам предлагали пойти домой, нет, просто до свидания, мы рубились. Вот это оно же, да? Да-да-да, вот этот компьютер, он приобрел наибольшую популярность благодаря видеоиграм. На сегодняшний день существует более 10 тысяч наименований игрушек под спектром, и продолжает пополняться, потому что... Пополняться? То есть ребята продолжают писать игры под эту штуку? Да, есть большое количество энтузиастов, которые продолжают писать игры под этот компьютер, и даже у нас, кстати, в Яндексе, что в прошлом году проходило, что в этом году вот проходит конкурс по созданию игр для компьютера ZX Spectrum. Класс, именно под этот? Вот рядом со мной стоит комп, который мне локоть жжет. Здесь вот... Это следующая модель Spectrum, а вот это была базовая модель 1982 года, а это чуть усовершенствована 1985 года. А как вот это называется? Это радиатор. Радиатор? Это радиатор, чтобы отводить тепло, там преобразователь напряжения внутри стоит. Но за счет того, что он так сильно греется, этот компьютер в народе прозвали тостером. Да хочется кусочек бекона как раз положить вот так вот половиночку сюда. Я думаю, что если мы с тобой здесь посидим еще примерно час, ты вполне сможешь приготовить себе половиночку. можно ходить... Это что, это надо слитки собирать? Да, нужно собирать золото, и там, где нужно себя прокопать проход, нужно взять топор и пробить кирпич. А это я умер, видимо, да? Нет, это ты все собрал и пошел на следующий уровень. Здесь 20 уровней. Так, да, но мы здесь, конечно, собрались не для того, чтобы я играл в игрушки. А, это меня кто-то поймал. Ну ладно, давай оставим в покое, то еще правда перегреется. Ожог мне устроит. Он мощнее, вот этот, тут написано, «Спектром плюс». Да, здесь, во-первых, памяти больше, то есть в оригинальном «Спектроме» было 48 килобайт память, а здесь уже 128 килобайт. Это прямо очень серьезно. И здесь появилась микросхема трехголосового музыкального синтезатора, здесь уже музыка полноценная трехголосая. Вот это та самая восьмибитная, тот самый чиптюн, который мы с вами любим и помним, он уже стал доступен и на «Спектроме» в 85-м году. Красота. Ну, стало быть, вот англичане стали основоположниками персональных компьютеров, да? Но они, конечно, оставили очень серьезный след в истории развития компьютерной технологии. Ну, хотя бы вот этот ценник, то есть, знаешь, как в фастфуде все привязывается к индексу «Бигмака», например, а вот в компьютерах, наверное, к чему привязывается? Мне скорее к зарплате среднестатистической в то время. Соответственно, если среднестатистический работник может позволить себе купить вот такую железку, то производитель победил, да? Да. Класс. Что я тебя еще не спросил вот про вот это? Или дальше пойдем? Я думаю, что можно идти дальше. Отлично. Пойдемте. Пойдемте.